Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к словам апостола Петра. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Эти слова сказаны о Боге, и апостол Петр призывает нас доверять нашему Господу. И к его словам полностью присоединяется героиня нашей программы Наталья Прозоренко. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Мне хочется спросить, так трудно доверять Богу или это несложно? Сейчас мне нетрудно, но я этому училась. Училась доверять, потому что я не умела этого делать. Мне казалось, что многое я могу решить сама, многое я могу... Многое я могу какими-то своими поступками, действиями, что-то могу предусмотреть, что-то могу с кем-то договориться или еще что-то. Мне могут помочь. Наталья, скажите, пожалуйста, трудно доверять Богу или легко? Сейчас мне это делать совсем нетрудно. Сейчас я стараюсь во всем, какая бы у меня проблема ни была, стараюсь во всем полагаться на волю Божью. Стараюсь, даже если это не проблема, даже если это радость какая-то, любое событие в моей жизни, я стараюсь и порадоваться, и огорчиться. Вместе с Богом так легче, так и переживается, и все лучше намного. Но было время, когда мне было тяжело с этим, потому что я не знала, что... Значит, не всю жизнь, да, Вы провели рука об руку с Господа? Нет. В какой момент произошла эта встреча? Эта встреча произошла... Лицом к лицу произошла тогда, когда я уже была зрелым человеком достаточно, устоявшимся, со своим мировоззрением. У меня уже были дети, была семья. Но чего-то мне не хватало. В душе все равно какая-то пустота была, какая-то незаполненность. И время от времени я задумалась, ну почему так? Вроде бы все есть. Вроде бы семья, муж хороший, детки, слава Богу, здоровы. Казалось бы, все есть, но... Покоя мира не было. Покоя мира нет, да, совершенно верно. И вот прежде чем мы будем дальше говорить, хотелось бы для наших телезрителей немножко пояснить, с чего началась судьба Натальи, как проходило ее детство и юность, и в какой момент произошла именно эта встреча с Богом. Расскажите, пожалуйста, в какой семье Вы выросли? Семья у меня была самая, ну простая, можно сказать. Семья рабочих. И папа, и мама работали всю жизнь на заводе. Часто ли там упоминалось имя Бога в семье? Или родители совершенно никогда не задумывались об этом? Никогда не упоминалось. Никогда. Мне казалось, что мама у меня верит где-то в душе, но как-то не прививалась это в семье. И было в то время не принято, да? Не принято было, да. Мой дедушка был комсомольским коммунистическим лидером в свое время, руководителем. И поэтому как-то в семье это... О крещении детей вообще не заговаривалось даже в то время. Вот. Поэтому... А свои детские ощущения Вы помните? Задумывались ли Вы в детстве и в юности о смысле жизни? Вопросы, как любой ребенок, конечно, задавала. А почему так? И как-то находили ответы какие-то? Или эти вопросы оставались постоянно без ответов? Чаще всего они оставались как-то вот в таком состоянии неотвеченном. А где Вы жили в то время, когда были... Сама родом из Казани. Сама из Казани. И прожила там 20 лет до того, как вышла замуж и переехала сюда, в Нижний Новгород. А как Вы попали сюда? Обычно смена места – это такой момент очень для человека, скажем, поворотный. Потому что меняется жизнь, меняется уклад, на такой шаг надо решиться. Да. Но это не от меня зависело. По своему характеру я бы никогда не предположила даже, что меня может повернуть вот так вот на 180 градусов. И вдруг я сменю место жительства, сменю привычный уклад, что я уеду от своей семьи. И что я буду совершенно одна в чужом городе. Даже я подумать об этом не могла. Но Господь сделал так. Видимо, поставив меня в такие условия, чтобы я начала его искать. То есть положение было безвыходное? Почему Вы сменили место жительства? Место жительства я сменила только лишь потому, что я вышла замуж. И в Нижний Новгород приехала. А что за обстоятельства создал Господь? Какие безвыходные обстоятельства создал Бог, чтобы Вы к Нему обратились? Вы знаете, когда я сюда приехала, я почему-то ощутила себя очень одиноко. Несмотря на то, что я приехала и жила с любимым человеком, но мне было очень-очень одиноко. Тягостно от того, что нет здесь близких людей, нет рядом родных, нет подруг. Не за что здесь уцепиться, нет какой-то основы. Я почувствовала, что я буквально в вакууме нахожусь. То есть семья не была той самой полной чашей, где бы можно было окончательно погрузиться в нее с головы эмоционально, удовлетворяться этим? Вы искали чего-то большего, так? Во-первых, в ворах, конечно, нет. Потому что, во-первых, молодые люди, когда только женятся, еще идет притирка характеров. Конечно, полностью мы еще не могли соответствовать полной гармонии семейной. Еще и от этого возникало одиночество. Да, да, конечно. Взаимопонимание, оно пришло позже, когда мы уже начали действительно понимать друг друга. Когда мы стали доверять друг другу полностью, безговорочно. После того, как у нас действительно объединили общие проблемы, общие радости какие-то, много чего пережито было, конечно. А когда вы переживали эти сложности, это одиночество, вы стали задумываться о Боге? Конечно. Конечно. Только после того, как меня окунуло в такую ситуацию, я стала задумываться, ну почему мне так плохо, когда все у меня хорошо. И Господь мне здесь послал утешение. Каким образом? Я познакомилась с подругой, с одной женщиной, с которой мы водили вместе в детский садик своих детей. Просто познакомились слово за слово, и мы стали общаться. Даже сдружились, с семьями дружили. Наши дети общались. И она привела меня в церковь. И только там я увидела, как много хороших людей оказывается в Нижнем Новгороде. Как много положительных эмоций. Сколько я могу людям дать хорошего. Сколько они мне могут дать. И восполнилась моя вот эта пустота. Мне стало хорошо. Действительно, я могу сейчас сказать, что Нижний Новгород для меня – это родной дом. А вот интересно, когда Вы пришли в церковь, что Вас там привлекло? Что Вас туда тянуло, в эту церковь? Что именно? Это тоже, опять же, очень решительный шаг. И немногие готовы расстаться с прежней жизнью, с прежней верой или какими-то своими прежними мировоззрениями. Как Вы решились на этот шаг? Да у меня как бы особых мировоззрений религиозных еще не было сформировано. Поэтому я не могу сказать, что я что-то в себе ломала. Я просто увидела, что здесь есть Бог, и мне к Нему очень хочется. Через людей, через их приветливые взгляды, через их сочувствие, через их поддержку. И мне захотелось быть здесь. Я увидела, что действительно, реально, здесь Бог находится. В начале программы Вы сказали, что встретились с Богом лицом к лицу. И какой же Он, этот Бог, оказался для Вас лично? Для меня лично это утешитель. Во всех ситуациях, когда сейчас я оборачиваюсь на свои прожитые годы, я вижу, что всегда Он был со мной. Всегда. Даже когда я к Нему не взывала, даже когда я Его не знала, не просила ни о чем. Он мне все давал. Он был рядом. В начале передачи мы заговорили о доверии к Богу. И мне хочется узнать, а были ли у Вас в жизни такие ситуации, когда Бог ставил Вас в такое положение, что выбора не было, что оставалось только доверять Ему, и на свои силы полагаться уже не было возможности? У меня совсем недавно такая ситуация произошла. У меня у сына младшего были подростковые проблемы. Мне сложно было с этим жить, потому что я видела, что ребенок мой идет куда-то не туда. У меня разрывалась душа буквально от того, что я вижу, что что-то плохое, и вот оно вот-вот-вот рядом скоро. Поэтому я пыталась что-то... Я пыталась его приблизить как-то к себе, но получала какой-то ответ, негатив. Я пыталась его и так, и эдак подойти к нему, и как-то еще и обласкать, и приласкать, и поговорить по душам. Но это все встречала какой-то... Ну, натыкалась на стену, можно так сказать. А потом мне встретилась сестричка одна из нашей церкви, и она сказала, Наташа, вот я вижу, как ты любишь своих детей. Но Бог-то любит больше их, больше, чем ты. Поэтому доверься и просто молись Богу за своих детей. Я действительно поняла, что это слова, которые мне хотел сказать Господь. Я за своими проблемами не увидела чего-то очень важного. Забыла, что Господь-то рядом. То есть до этого все ваши усилия сводились к тому, что вы как мать старались повлиять сами своим характером, своими действиями на сына. А теперь остались бессильны, и оставалось доверять только Богу. Да. Вот в тот момент, когда я ощутила, что у меня сил нет никаких, и что я даже все усилия, какие я прилагаю, они в пустоту уходят, я ощутила, что у меня выбора другого нет. Как довериться? И мне хотелось довериться действительно так, чтобы Господь сам решил эту проблему. Я поняла, что действительно Господь любит их намного больше, чем я могу любить. И понимает, как подростков и как детей. Да. И понимает больше их. Может быть, я чего-то не так понимаю. Может быть, не таким взглядом я что-то смотрю. И Господь ответил на Вашу молитву, на Вашу просьбу? Да. Каким образом? Во-первых, Господь дал успокоение мне лично. Я успокоилась и действительно стала... Я сказала, Господь, действительно, ведь это правда. Ты любишь больше их. Я очень хочу, чтобы они были живы, были здоровы. Но я больше всего на свете хочу, чтобы они были с Тобой, Господь. И вот только после того, как я сама себе вот это, в этом себе призналась, я почувствовала, что у нас начался контакт какой-то с сыном. Я почувствовала, что не так все безнадежно. Что есть просвет. Что у нас какие-то есть точки соперпознавения. Что он любит меня. Если раньше... Если он обижал меня, то это было... То это было, знаете как... Именно с желанием обидеть. Уязвить, обидеть. Обидеть. И действительно так обидеть, что просто... А потом я стала видеть, что он сделает, но не со зла. Просто потому, что вот... Теперь вы уже не опасаетесь за его будущее? Я думаю, что нет. Я не опасаюсь. Сейчас выбор от него зависит. Я знаю, что Господь сделает все, чтобы... Чтобы у него все было хорошо. Ну, выберет, конечно, он сам. И что уж он выберет. С тем не будет жить. Но слава Богу за то, что он может. Он настолько силен, что может такие изменения производить в жизни человека. Мы с вами говорили о таком служении в семье, да? О том, что вы можете сделать для своей семьи. Но я знаю, что у вас есть еще особенное служение. Как оно... Можно сказать, что оно и в церкви, но и одновременно является вашей работой. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как это произошло. Да, сейчас я работаю в христианской школе. Нарния. Преподаю... Нарния – это название, да? Название Нарния. Преподаю в третьем классе. Но... Педагогического образования у меня не было изначально. Когда эта школа год назад должна была открыться, и когда только готовилось ее открытие, стали говорить о том, что нужны специалисты. У меня были такие сны интересные. И думаю, что это мне Господь, конечно, посылал эти сны. Мне снилось, что я преподаю в школе, что вокруг меня много детей. Мне было странно, что это такое. Потому что к детям я как бы по профессии отношений никакого не имела. Мне снилось, что я пишу какие-то задания, что я какие-то планы составляю, уроков. Для меня было это тоже удивительно. А вы раньше задумывались об этом? Вам хотелось именно в этой сфере найти себя именно в работе с детьми? В том-то дело, что нет. И профессия моя далека была от педагогики. И никогда я об этом не задумывалась. И не сталкивалась близко с детьми в таком вот масштабе. Кроме как свои дети у меня были. Когда вам начали сниться эти сны, вы задумались о том, что это Бог говорит к вам? И какие вы действия потом предприняли? Вначале меня испугало это то, что уж это за навязчивая идея какая-то. Подумала о том, что это какой-то один сон. Но эти сны стали повторяться. Тогда я подумала, что вдруг мне Господь хочет что-то этим сказать. Может быть, я действительно могу чем-то пригодиться в школе. И я на тот момент работала в магазине, в Могилевском текстиле. И я просто в обеденный пережив пошла, думаю, пойду-ка я узнаю. Как подготовительные курсы? С какого числа начинается? Вы собирались поступать? Не думала. Но я подумала, что, может быть, если я чем-то могу пригодиться, то мне образование это понадобится. Поэтому я пришла и стала спрашивать, где здесь подготовительные курсы. Девушка меня направила... Вы пришли в педагогический институт. То есть с намерением возможно получить образование педагога. Когда-нибудь, что-нибудь, через годок или как-то, когда я буду готова. Любой абитуриент проходит через, по мнению всех абитуриентов, ужасную ступень. Это вступительные экзамены, приемная комиссия. Как вам удалось преодолеть этот барьер? Я знаю, что сейчас вы являетесь студенткой пединститута. Что не так-то легко в наше время стать студентом, учиться. Расскажите о том, как это произошло. Ну, все это было, знаете, подводительством Бога, конечно. Потому что, опять же, повторюсь, я не задумывалась ни о чем. Я просто как бы смущала меня вот это вот. То, что смущало то, что мне хочется приложить свои силы куда-то. Но ни сил, ни возможностей, ни образования у меня для этого не хватает. И когда я пришла к учредителям школы и сказала, что у меня ничего нет. Ни образования. Не особого какого-то дара. Но у меня есть великое желание послужить. То есть, к тому моменту вы уже осознали, что это Бог руководил вашей жизнью, и Он направил вас именно в школу. Да, я стал задумываться об этом. И когда я пришла в педагогический университет с целью узнать о подготовительных курсах, меня девушка направила, говорит, сходите туда. Я пошла. Открываю одну дверь. Меня направляет в следующую. И так, несколько этапов я прошла. И все спрашиваю, где же здесь подготовительные курсы. И меня направили к декану. Я с этим же вопросом пришла и к нему. Он посмотрел на меня внимательно. Очень представительный мужчина. И на столе у него увидела какой-то библейский журнал. И я решила, что вот здесь я должна высказать все на чистоту. И я стала ему говорить о том, что у нас открывается христианская школа. Вот у меня образования нет, но я очень хочу там работать. Я ему все по-честному сказала. И он в этот момент поднимает трубку прям при мне и говорит. Спрашивает, есть ли возможность поступить в порядке исключения. Такой-то, такой-то. Ему отвечают, что да. В порядке исключений, я так понимаю, это без экзаменов. В то время, когда уже экзамены не сдавали. И не было, в общем-то, формальной возможности для этого. Да, надо сказать, я, во-первых, пришла в октябре месяце, вместо того, чтобы, как все, сдавать в июле. В августе у всех была еще установочная сессия. Я пришла в октябре. И я тоже, по-первых, смысл подумала, что действительно без экзаменов пришла. Но оказалось не так. Он мне сказал, приносите документы. И на следующий день я так и сделала. Я принесла документы. И меня спрашивают, а когда экзамен будете сдавать? Сегодня или завтра? Меня, конечно, это смутило, потому что у меня после школы прошло очень много времени. Меня смутило. Я сразу опешивала, потому что думаю, я ничего уже не помню. Много чего не помню, что нужно. Поэтому я и расстроилась, с другой стороны. Думаю, ну, значит, не судьба. Но на следующий день все-таки я в обеденный перерыв с работы убежала. Пришла. Думаю, как сдам, так и сдам. Мне дали тестовое задание. Как ни странно, русский язык я написала на пять, на тематику на четыре. И вот так вот Господь усмотрел, что даже без подготовки... То задание, которое дали неожиданно, оно оказалось вам по силам и вполне как проходной балл подходил для того, чтобы вы стали студенткой. Это вообще поразительное, невероятное такое явление для вузов, для бюрократии вузовской, когда поступаешь, практически невозможно найти какие-то обходные пути. И вот когда это чудо с вами произошло, вы знали, чья рука действовала в этот момент? Конечно. Я знаю, как непросто поступить. Как раз в этот момент, когда я в июле месяц, когда все поступали, я в это время была занята заботами о том, чтобы у меня сын старший поступил. Я о себе даже не думала. У меня должен был поступить сын. Поэтому я готовила, хотелось ему дорогу как бы открыть, чтобы он профессию, которую он выбрал, чтобы он действительно овладел ею. А для Бога еще возможным оказалось еще и для вас найти место, о котором вы мечтали. А расскажите, что вам сейчас дает ваша работа? Вы стали педагогом, вы стали учить детей, вы изменили, снова изменили свою жизнь, профессию. Каким образом она изменилась? Каким образом изменились ваши взгляды? Вы знаете, я благодарна Богу за то, что, несмотря на то, что я только второй курс заканчиваю, мне Господь доверил восемь душ, которые... Вот в моем классе собрались ребята, социально почти все, почти все, за малым исключением, социально надломленные уже ребята, из социальной необустроенности, которые... То есть это дети из трудных семей, из неполных семей, которые не имеют мам-папу, трое ребятишек опекаемые. Бытует мнение, что таких детей нужно воспитывать только в каких-то спецшколах, что обычные педагоги с ними не справляются, потому что психика у них уже надломлена, изранена. Скажите, вы с этими проблемами сталкиваетесь в своей практике? Проблемы, да. С этим проблемами я сталкиваюсь. Я поняла, что вот тем ребятишкам, которые ко мне сейчас пришли, им сейчас очень нужна адаптация вот именно такого характера, как обогреть, выслушать, даже не столько научить. Просто найти доброе слово. Доброе слово найти. Обнять порой. И они так откликаются вот на ласку, на доброе слово. Они учатся обниматься. И порой так трогательно бывает, когда они обнимутся со всех сторон. Они так радостно встречают, несмотря на то, что я могу их и поругать, я могу с ними серьезно поговорить, я могу и поплакать с ними, и помолиться с ними. То есть работа с детьми вам дает не только эмоциональную подпитку, но еще и духовную, да, так как школа христианская. Скажите, обновились ли ваши отношения с Господом, ваша духовная жизнь после того, как вы стали работать в этой школе? Да, я могу об этом сказать смело, что действительно обновились. Были, конечно, в моей жизни и падения, и взлеты, всяко было. Но сейчас я верю твердо, что Господь меня просто за руку держит и вместе со мной держит вот этих ребятишек. Потому что когда судьбу каждого из них, я же знаю судьбу каждого, знаю, что они пережили столько, сколько для взрослого человека много будет. Столько злости они пришли, когда такими забитыми, такими, можно сказать, недоверчивыми. И они не сразу стали откликаться на любовь и заботу, откликаться именно нормально, адекватно. И я могу сказать, что сейчас вместе со мной Господь держит и их. Вот мы как единое целое, мы вот вместе. Я вместе с ним. Я сейчас уже себя не могу отделить от своего класса. Не знаю. Мы можем сказать, что Господь подарил вам несколько семей, кроме вашей родной семьи. У вас появилась церковь, которую можно назвать семьей. А теперь появилась еще семья и еще и целых восемь детей в этой семье. Слава Господу за то, что Он для вас нашел ваш путь, вашу собственную дорогу. Я думаю, что Он благословит вас в этом пути. Спасибо вам за то, что вы нашли время к нам прийти, поделиться своим опытом. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами видим, что Наталья научилась доверять Богу. А что есть для вас доверие Господу? Трудно ли Ему доверять? Напишите нам и расскажите об этом. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин